Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, это мы с Женей. Сегодня у нас опять распаковка. Мы открываем вот такую большую коробку с косметикой Микси. Наверняка вы ее знаете, она везде продается. Это российский бренд косметики. И я ее еще не пробовала. И вот сегодня открою и буду тестировать. Погнали! Я не знал, кстати, что это российский бренд. Поддержим отечественного производителя. Ну, они просто выглядят прям... По-европейски? Может, дизайн красивый? Да, да, да. Ну, я видел бутики в торговых центрах. Мне кажется, ты туда заходила к ним, да? Да, я заходила, но я так не брала еще ничего. Вот мне тут возможность хорошая выпала попробовать. В целую коробку выпала. Да, у нас здесь, в общем, очень все много. Да. Сейчас у меня глаза разбегаются. Посмотрю туда, как в эту шкатулку. Ну, давай, Павел Ильич, что ты видишь тут? Ну, давай, SPA Rituals. Мне вот понравилось название. Ритуалы для SPA. И здесь... Да, вот так вот. Вы смотрите, а я буду по подсказке читать. Здесь питательный гель для душа с экстрактом кокоса и мандаля. Классно, это вкусно должно пахнуть. Так, дальше питательное молочко для тела. То же самое, да. Чем отличается от коровьего? Ладно, питательный... Но нельзя, в смысле... Скраб дальше. И еще что-то, да? Нет, все. И скраб третье, что есть в этом наборе. Будешь открывать, смотреть? Я думаю, надо открыть баночку посмотреть. Ну, давай, откроем. Давай. Так. Ну, у мандали и кокос это звучит просто очень хорошо. Для тела. Ну, вот они, баночки сразу стоят. Вот так они выглядят. Посмотрите, дизайн вообще прям классный. Да, я тоже подумала раньше, что это европейский какой-то производитель. Это Россия наша, родненькая. И вот, надо понюхать. Здесь витамины. О, как вкусно! Да, да. Классно, классно. Вкусно, серьезно, вкусно. Она даже такая не прям женская. Естественно, да. Не прям женская. Не прям женская. Ну, миндаль, кокос, мужики, что же? И скраб такой. Баночки. В общем, да, вы поняли? У меня тут косметику подворовывают. Немножко. Давай, дальше, что у нас тут есть? Дальше еще один набор. Умная кожа. Забота для каждого дня. Если дословно переводить. Покажи. Тоже здесь смотрите, пожалуйста. Я по подсказке прочитаю. Уходы за нормальной, склонной к жирности кожи лица. Это прям про меня. У меня вот здесь вот слегка такой жирный блеск. А в остальном все окей. И получается в составе здесь очищающий гель для нормальной, склонной к жирности кожи лица. Тоник. И легкий увлажняющий крем. Супер. Будем доставать? Давай. Откроем. Интересно. Так. Как она тут запечатана? Вот так вот. Твоя кожа. Я поэтому и думал, что это европейский бренд, потому что здесь все по-английски написано. Они просто, наверное, на иностранный рынок тоже продают. Тоже очень симпатичные баночки, удобные. Не люблю, когда банки широкие, а когда узкие, их можно поставить в ванной. Потому что в ванной всегда мало места. Ты там что-то заинтересованное читаешь. Я просто читаю. Это тоник, на котором написано безалкогольный. Ну, то есть не джим получается. Вот. Но это, судя по всему, что это умываться, да? Что? Ну, да. Расскажи. Для очищения. Потому что на молоко не похоже. Крови. Так. Как этому молоко сегодня? Я люблю жил его. Так, и опять у нас ритуалы для спа. И это, это по-любому мужское уже, да? Нет. Здесь манго, пинэпл и гингер. О, боже. Это и манго, и имбирь, и джинджер, это имбирь, и ананас. Пинэпл, это же ароман. Пинэпл, конечно, ты что. Здесь тоже у нас гель для душа, молочко для тела, не коровье, и сахарно-солевой скраб. О, гель для душа. А там не был гель для душа? Тоже был. Тоже был? Да, все то же самое. А, все самое, только это мужское набор. Нет. Это кокос-минзаль, а это манго, имбирь и ананас. Так, будем показывать? Да нет, здесь все то же самое, что в другой коробке, просто... Ну, ладно. Я уже открыл, да, там мужское. О, как. Смотри, там блестяшки. Видишь, да. Ну, это уже получается не мужской. Ой, такой какой-то блестящий. Смотрите, это что у нас? Это гель для душа с блеском, с верцанием. Классно. Молочко по консистенции больше похоже на сметану. Такое, прям деревенское. Ты хочешь пельмени со сметанкой поесть? Да, кстати, можно было. И скраб. И скраб тоже какой-то красивенький. Так, давай, забирай, забирай. Как мне это все потестить? Мне хочется все быстрее потестить. Ну, можно одновременно с ним намазать. Да, на пару руках они вскратные, а на другим. Здесь у нас дальше получается бальзам для волос. Феобалм. Бальзам для... Ну, подожди, не слушай. Бальзам для волоса. Масло сладкого миндаля. Вот это значит масло. В общем, я бы прям затестила быстрее, потому что я заморачиваюсь по волосам. Я их восстанавливаю, они у меня стали выглядеть намного лучше, чем раньше. Здесь написано, что этот бальзам разработан в коллаборации со стилистом по волосам. Такой сафари. Вот. И направлен на интенсивное увлажнение. Что очень актуально после зимы и после лет. И, в принципе, в нашем климате всегда увлажнять волосы. Даже ты знаешь, что нужно увлажнять. Пусть, кстати, у меня воровать. А я вот как раз вчера же себе купил шампунь. Поэтому придется его выкинуть. Ну, надо попробовать. Это что такое? Это бустер красоты. Это шампунь? Это как в видеоиграх чит-код вводишь. Ты был страшный и получается полно сразу красивый. Так что ли это работает? Шампунь для роста, сияния и красоты волос. Интересно. Какая интересная упаковка у шампунь, да? Вот такая вертикальная. Я, кстати, это больше нравится, потому что он, получается, стекает сюда. А то я все время тюбики переворачиваю, когда они заканчиваются. Пизика процесса. Да, интересно. Ну вот. Ну вот, что. И дальше, получается, из этой же коллекции бальзамополаскиватель. Это же туважа, правильно? Кондиционер, да-да-да. Это вот шампунь и кондиционер, который нужно обязательно использовать вместе, чтобы после шампуня чешуйки волос закрылись. Ты тоже знаешь, что у меня Жени даже кондиционером пользуются. Мне Юля объяснила, и теперь у меня всегда закрытые чешуйки. Раньше раскрытые были. Вот так вот. Раньше с раскрытым чешуйки, как же дурак ходил по улицам. А что с закрытыми? Не был непривлекательным. А это у нас из этой же серии бальзам. Это шампунь, да? Это кремовый шампунь. Кремовый шампунь. Ого, серьезно. Уважняющий шампунь для волос. И для всех типов волос. Тоже Тахо Сафари. А давай понюхаем, как он пахнет. Что-то прямо интересно. Здесь вот нужно убрать вот эту вот штуку. Так, сейчас момент. Так, я вот снял упаковку. И... Не пахнет? Ну, он, наверное, не должен ярко выражен. Вот здесь, да, так вот пахнет. Шампунь пахнет шампунем. Приятным таким детским ароматом. Ну, мне каким-то немножко освежающим таким... Слушай, вот это я бы забрал, если честно. Это нормально. Тахо Сафари, правда, постарался. Это она, наверное. Да, она. Напишите в комментариях, пожалуйста, Тахо Сафари. Не знаю. Может и он. Да. Что, поехали дальше. Здесь вот сладкая кожа. Это увлажняющая маска для лица с маслом шеи, экстрактом ванили. Вот в такой коробочке у нас. Так, так, так. Вот она вот так выглядит. Вот. Маска. И я ее открою. Здесь тоже вот ванночка запечатана, в общем. Тут прям целая... Вот она такая прикольная. Белая. Она похожа на маску для кулича. Да. Прямо Вадим, Вадим, покажи, может? По маску для кулича. А я вроде открывала, видно было. На маску для кулича. В принципе, скоро Пасха, можно как раз не заморачивать на куличи намазу. Здесь вот тоже. Какой салат от куличи. Мне кажется, она пахнет даже куличами каким-то прям приятным. Я, насколько я понимаю, здесь то же самое, только шоколадная штука. Да. Ну-ка. О, какой запах. Божечки, это смесь охота. Шоколадное печенье. Очень вкусно. Со вкусом шоколадного печенья, да, правда. Так вот, можно, получается, сюда по маску для кулича и все. И все. Идти. Куда? Идти к родителям. Менять на яйца. Нет, я это буду с удовольствием тестировать, потому что запахи просто какие-то невероятные. Коробочек все уберу, а то, я не знаю, мне нужно еще придумать, где это все хранить. О, и опять молочко для тела, только уже детское, которое называется бомболина. Мы его кому-нибудь подаем. Да? Да. Ну да, у нас нет детей, собственно. Baby Soft Body Mie. Откроем, посмотрим. Ну, нужно его открыть. Слушай, ну не знаю, может даже и не подали. Интересно. Будешь мазаться молочком для малышей? Ну, оно похоже вот... Гипоаллергенное. Гипоаллергенное, да, вообще. То есть, его можно пить, судя по всему. Да, и в кофе добавлять. Подошел кофе? Отставил? Все-таки малышам надо оставить вот эти штучки. У нас есть у друзей малышей, мы же подарим. Да, я тоже так думаю. И здесь же детский гель для купания. Я даже знаю, что вам его подарим. Уже. Да, я тоже, кажется, догадываюсь. У нас у друзей недавно родился малыш. И я думаю, что они будут рады. Да, классно пахнет. Вот. Детский гель для купания. С первых дней из жизни. Натуральные экстракты не сушат, не раздражают кожу. По запаху это тоже очень чувствуется. Он прям натуральный, да, что... Как же я не сказала, можно пить. Так, и третье, судя по всему, завершающая бомболина. Серия, то есть детская. Детский увлажняющий крем для лица. О. Пожалуйста. Ноль плюс. Интересно вообще ребенку вот лицо намазать. Тяжело или нет? У нас не было детей. Но я представляю, что они вот так вот будут делать. Наверное, у них тоже кожа шелушится. За кожей надо ухаживать. Да, конечно. Особенно, когда гуляешь зимой. Наверное, пригодится. Нет, пригодится-то точно. Я имею в виду, насколько это тяжело. Пока спит. Ухватить ребенка. Так, здесь... Там кормишь, вот смотри, летит самолетик. Вот ложкой сразу и лицо машет. Так, давай, смотри, Даша, что это такое. Так, так, так. Что это? Кожная химия. Переводим. Skin chemistry. Это сыворотка увлажняющая для лица с маслом, да, маской. Розы из сковалана. Вот. Это для лица. Так вот она наносится. Здесь такая пипетка. Посмотрите. Так вот наносится. И вот так вот. А, кажется, я у тебя видел такую. Ну, у меня другая была, да. Ну, тоже с пипеткой, да. Да, да, да. Сыворотка вообще очень классная. Они маленького объема и хватает очень надолго. Это еще одна сыворотка для лица. Да, да. Стоит, да? Кошка тоже заинтересовалась. На, показывай. Это с комплексом кислоты, керамидами. Вот. Она отшелушивает, очищает и ухаживает. Ну, вообще вкусно, паспортно? Не знаю, да, паспортно. Давай пронюхаем. Интересно уже узнать. Ты знаешь, сколько у меня косметик будет? Смотрите. Ну, пахнет сывороткой. Сыворотка, да. Как я представлял себе, как пахнет сыворотка, собственно, так она и пахнет. Она приятно пахнет. Да, да. Ну, то есть кожа явно не степелится. И все. Все, бумага. Ну, вот такая была распаковка. Да, у нас очень много косметики тут случилось. Будем все тестировать. У меня очень большая надежда на Миксит. У Жени тоже. Он уже глаз положил на мою спа-серию. Да. Видимо, нам придется какой-то этот график составлять, кто в душ пойдет, потому что у нас душевая кабина маленькая достаточно. Вот. Будем тестировать. Обязательно напишу статьи с отзывом. Снимем обзоры. Если у вас остались вопросы или какие-то комментарии, по этим средствам пишите их. Нам с удовольствием ответим. Да. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Подписывайтесь на наш канал. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok